Добрый вечер! Меня зовут Татьяна. Я вам сейчас хочу показать свой рецепт, как я изготавливаю зелёные шишки. Вот такие зелёные шишки сосновые, которые мы собрали около, буквально на побережье Северного моря здесь во время прогулки. И что я сейчас делаю? Я их режу на четыре части, перемешивая с сахаром, потому что нам нужно, очень важно, чтобы мы получили сироп шишек с сосновым соком. Для этого нам потребуется только лишь сахарный песок и сами шишки, больше ничего. Вот я их сюда складываю. Когда я наполню полностью банку шишками, там, естественно, будет очень много песка, я закрываю банку и оставляю на окне или, может быть, на свежем воздухе, пока солнышко светит, и чтобы наши шишки, они буквально смешались с сахаром, для этого их нужно взбалтывать, и дали свой сок, дали свой сосновый сок, то есть это вот как раз и есть сироп. И как только сок у нас образуется, примерно через два дня полную банку шишек, она, правда, уже становится, то есть сами шишки отседают, и я ставлю баночку в холодильник до лучших времен, или даже точнее до худших времен, потому что если у вас утром вы встали и вдруг запершит горло, или вы чувствуете, что приближается какая-то простуда нехорошая, вам все, что только нужно, это буквально взять из этой баночки готовый сироп, две столовые ложки, и вы сами увидите, что через минут пять никакого опершения у горла нет, через минут пять у вас абсолютно никаких шишек, даже простуда не будет. Это невероятно волшебное средство, которое нам дала природа, и я надеюсь, что вы последуете моему совету, потому что я в прошлом году, когда шишки мы собирали, пыталась сделать из них, пыталась варенье сварить, или там еще что-то, на самом деле варенье это не самое лучшее решение, потому что, естественно, все самые целебные качества этих шишек, и вот этого сока, который нам нужен, все целебные качества, они уходят с высокой температурой, с термической обработкой, поэтому нам очень важно, чтобы все целебные качества мы с вами сохранили, вот таким образом, видите, я их порезала, и добавляю в баночку. Ни в коем случае не ставьте банку, как я сделала совсем недавно, верх ногами, потому что иначе у вас весь сироп, этот волшебный, вытечет. Все, что вам нужно, это чтобы растворился песок сахарный, и все, что вам нужно, это получение вот этого волшебного, целебного напитка, или даже точнее напитка, а микстуры, который пьют именно порционно, из ложечки. Ну, вот такой рецепт из сосновых зеленых шишек от Татьяны Вайт. Спасибо!